Как выглядели древние украшения, предметы быта, оружие и керамика, которым несколько тысяч лет? Это можно узнать, посетив Кировский краеведческий музей. Там открылась выставка древности Вятского края три века исследований. Это уникальные археологические находки, которые нашли на территории Вятской губернии и Кировской области. Самому древнему экспонату около шести тысяч лет. Экспозицию оценила Наталья Бакерина. Каменные, железные и бронзовые топоры, ножи, наконечники стрел и копий, орудия труда, амулеты и украшения. Различная бытовая утварь. Всего на выставке собрано более двухсот экспонатов. Все они раскрывают историю древней Вятки. Крестьяне считали, что вот эти предметы обладают некими магическими свойствами. Хранили каменные топоры, надеясь, что они их избавят от каких-то там бед. Ну а с момента возникновения кукарского образовательного общества туда эти предметы начали относить. В большом очень количестве. Ну и стало понятно, что происходят все они из какого-то одного места. И вот так появляется знаменитое пижамское городище. Один из центральных экспонатов выставки – железный кованый меч. Его нашли при раскопках Суворовского могильника в Уржумском районе. Наличие такого оружия указывает на то, что в могильнике захоронен знатный воин. В третьем-пятом веках нашей эры владеть таким мечом мог только очень богатый человек. Меч находился в деревянных, украшенных и расписных ножнах. Анализ металла, из которого изготовлено это оружие, показывает, что эти изделия не местного производства. Скорее всего, они прибыли к нам откуда-то из Средней Азии. Вот в некоторых исследованиях даже называется такой город, как Хорезм. Посетители также увидят реконструкцию и схемы поселений Тюм-Тюм и юртик Никулинского городища. Все они были открыты на территории Кировской области. Впервые представлены предметы с раскопок на заводе Казариновых в Уричевском районе, которые проводились в 2021-2022 годах. Посетители смогут оценить, как изменились инструменты археологов за три столетия. Кроме того, на выставке есть ряд экспонатов, которые можно взять в руки, чтобы ощутить себя настоящим искателем древностей. После того, как вы посмотрели выставку, можно поучаствовать в игре. Она так и называется – «Древности Вятского края». Здесь собраны разные вопросы. Зеленые – самые легкие, синие – посложнее, но и красные – самые сложные. Давайте попробуем ответить на какой-нибудь из вопросов. Я предлагаю на самый сложный. Сколько на выставке представлено ножей? Насколько я помню, их здесь 11. А вы можете проверить, прийти на выставку и посчитать. Наталья Бакирина, Иван Малков, Бюро новостей Довича.